Дворец Глубоко На месте сегодняшнего замка стоял со второй половины XIII века ранний готический град, который был в значительной степени расширен в конце XV века Вильямом из Пенштейна. В 1562 году король Фердинанд I продал Глубоко в наследственное владение феодалам из Градца, которые перестроили град на замок в стиле Ренессанс. Через сто лет владение в Глубоке приобрел Ян Адольф Шварценберг, основатель родовой ветви, которая существовала в Южной Чехии почти 300 лет. По распоряжению князя Адама Франтишека, внука Адольфа, в начале XVIII века Павел Игнац Байер и его преемник Антон Эрхард Мартинелли перестроили замок, придав ему в ворочный вид. Во второй трети XIX века князь Ян Адольф Шварценберг и его супруга Элеонора решили перестроить Глубоку снова, на сей раз в романтическом стиле. Проект был составлен венским архитектором Францем Бейером, который и руководил в течение 20 лет строительными работами, начатыми в 1840 году. Старые здания были снесены, а на их месте был выстроен новый живописный замок в стиле тюдоровской готики. Сложное внутреннее и внешнее оформление замка завершил в 1871 году преемник Бейера Фердинанд Деворецкий. Фердинанд Деворецкий. Фердинанд Деворецкий. Глубоко, несомненно, один из самых красивых замков в Чехии. Стены и потолки представительских залов на первом этаже замка отделаны благородными древесными породами с чрезвычайно богатыми украшениями мастеров-столеров и резчиков по дереву. Самые редкостные образцы мебели помещены в утреннем салоне, где их дополняют китайскими вазой XVIII века. Портреты на стенах утреннего салона, малой столовой, курительного салона и приемного салона представляют самых известных членов рода Шварценбергов. Самый крупный зал – библиотека с кессонным потолком, который был привезен в Лубоку из родового ограда Шварценберг. Отличный уровень имеет арсенал в Глубоке. В бывшем манеже сегодня расположена Южно-Чешская галерея Алыша с экспозицией готической живописи и скульптур, а также с голландской и фламандской живописью XVII и XVIII веков. Продолжение следует... Продолжение следует...